Здравствуйте, дорогие наши коллеги и друзья! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем обзор китайского аудиоинтерфейса Logan Musical UR 2.2. Поехали! И начнём с того, что данный девайс мы будем тестировать в паре с другим произведённым в Китае интерфейсом, но имеющим уже брендовое имя. Это Mackie Onyx Artist 1.2. Почему именно он? Ну потому что он очень близок по функционалу, и ещё потому что просто оказался у нас в наличии. А ещё одной причиной является то, что ни для кого не секрет, что Mackie Onyx — это не что иное, как Скарлетт второго поколения в несколько ином обличии. Да и сами Logan'ы при создании своей карты нет-нет, да и посматривали в сторону Focusrite'а, чего они, собственно, и не скрывают. Итак, первый вопрос. Сколько стоят наши испытуемые на сегодняшний день? Mackie — в районе 11000, UR — порядка семи. Разница, можно сказать, приличная в полтора раза, и давайте будем выяснять, почему она таковая здесь имеет место. Понятно, что первой причиной будет просто название, за бренды мы всегда с вами доплачиваем, но этого нам совершенно недостаточно для того, чтобы сразу отдать предпочтение чему-то именитому. Давайте будем копать. Для начала смотрим внимательно им в лицо и комментируем. Входы. В обоих случаях их два, микрофонный и инструментальный, но у UR первый канал — это комбо-разъём, который делает возможным подключение не только микрофона, но и позволяет использовать его как линейный вход и, соответственно, делать стереозапись. Mackie нам этого, увы, не даёт. Дальше. Прямой мониторинг присутствует у обеих карт, и тут надо заметить, что он действительно у них прямой. Что это значит? А то и значит, что прямое прослушивание реализовано мимо цифроаналоговых преобразователей, и, соответственно, никаких задержек здесь и быть не может. Ну и здорово. Так, дальше тут всё понятно. Давайте заглянем на заднюю панель. И первое, что бросается в глаза, это USB. Onyx оснащён обычным разъёмом, а в карточку UR запихнули уже Type-C. Ну что ж, молодцы, идут в ногу со временем. И что касается выходов, то они, как видим, на разъёмах TRS. UR даже подписали, что они балансные, а Mackie просто решили, что все должны понять это по умолчанию. На самом деле, проверить всё это мы можем, только разобрав эти коробочки. Но делать этого не будем, уж слишком хорошо они собраны. Так что верим на слово. И на этом визуальное знакомство будем закрывать. Да, можно только добавить, что весят эти приборы нормально, эффекта такой дешёвой пластиковой невесомости нет. И это хорошо. Так, ну и, наверное, надо отметить то, что у обеих этих карт имеется собственный драйвер с полноценным ASIO от The Saigon. Простите за мой английский. Что, в общем-то, неудивительно для Mackie и особенно радостно для непопулярного китайца. Обычно масса таких девайсов цепляется к ASIO for all и, что называется, всем удачи, крепких нервов и больших творческих успехов. Хорошо. Ну и пора бы нам уже переходить к чему-то более интересному. Вот и переходим. Как вы уже знаете, мы не так давно обзавелись очень интересным и ценным знакомством с компанией Reference Audio Analyzer и лично с её основателем и главнейшим инженером Романом Кузнецовым. И именно благодаря ему и его компании мы теперь можем получать результаты очень точных измерений, абсолютно любых показателей любого оборудования. С наушниками у нас вроде как наладилось, и вот теперь мы решили попробовать с аудиоинтерфейсами. Сдали мы эти карточки ребятам на глубокое исследование, и теперь вооружены достоверной информацией по всем интересующим нас характеристикам. Так что держитесь, маркетологи, нас теперь не проведёшь. Ладно, шутки в стороны, давайте ближе к делу. Начнём, пожалуй, с того, что делает звук приятным и комфортным для прослушивания. Это, друзья мои, гармонические искажения, а точнее их отсутствие. Чем меньше мы имеем этих самых искажений, тем чище и качественнее звук мы получаем. А собираются все эти искажения, что называется, с миру по нитке, от каждого прибора звуковой цепочки. Микрофоны, карты, усилители, динамики. Это всё из чего-то сделано, и в зависимости от качества компонентов мы и имеем конечный результат. Это, товарищи, к тому, что не понтов ради покупается дорогое оборудование. И зря многие коллеги по цеху относятся к этому именно так. О, купил, дебил, карту за 120 тысяч. У меня всё то же самое, только за 5500. Нет, у тебя, дружок, не то же самое. Смотрим на картинки. Перед вами спектр воспроизводимого синуса 1 килогерц с карты EUR. А сейчас посмотрим, как на него же реагирует Mackey Onyx. Видим разницу? Понимаем, в чём дело? И теперь давайте посмотрим, что там купил идиот-мажор за 2000 баксов. Ну и как оно вам? Так что, друзья, что ни говори, а дорогое оборудование за свою стоимость отвечает полностью. И спорить на эту тему просто бессмысленно. Что касается наших сегодняшних карточек, то видно, что у Mackey история с искажениями несколько лучше, чем у EUR. Но тоже идеальной её не назовёшь. Ради смеха наши коллеги подкинули ещё пару картинок таких же замеров китайских полу-ноунеймов, и там было от чего улыбнуться. Смотрите, вот ещё раз наша Mackey, вот что-то китайское за 7000, а вот ещё одно чудо стоимостью 5000 рублей. Как видим, цена в диапазоне от 5 до 15, а может даже и больше, тысяч рублей. Это может быть примерно всё одно и то же. Понятно, что речь сейчас идёт о качестве компонентов и материалов. А всё остальное, это уже дело красивой обёртки. Продолжаем. Теперь посмотрим, что будет происходить у наших карточек с мультитоном. То есть посмотрим на то, как они отреагируют сразу на 10 синусов. Итак, Logan Musical EUR. Друзья, вот этот тёмный лес, который вы видите, это прям не очень хорошо. Или лучше сказать, очень нехорошо. Всё это не иначе, как никому не нужная грязь в виде всё тех же гармонических и интермодуляционных искажений. Теперь посмотрим, что у нас происходит с Mackey. Ну типа как бы почище, но до полного кайфа тоже далековато. И как там наш друг-мажор поживает? Да уж, и хотелось бы что-то сказать, но как-то что-то и нечего. Да, можно, конечно, очень долго рассуждать и спорить на тему дорогое-недорогое. Можно приводить примеры, как пацаны с простыми фокус-райтами занимают первые места в интернет-плейлистах. Да, всё это так. И мы ни в коем случае не собираемся кого-то на что-то ориентировать и расставлять какие-то планки или рамки. Всё, что мы сейчас делаем, это просто показываем, что из себя представляет то оборудование, которое мы можем назвать доступным для широких любительских масс. А посему продолжаем. И сейчас мы с вами посмотрим на так называемый джиттер. Если не знаете, что это такое, то попробую на пальцах сейчас это объяснить. Значит так, представляем себе, что звуковая волна состоит из координат. При частоте в 44,1 килогерца у нас получается 44100 координат в секунду. И воспроизводиться эти все координаты должны точно каждая в свой такт. Но вот точность метронома, который должен нам всё это ровно отсчитывать, у каждой звуковой карты может быть разным. И беда не в том, что где-то он быстрее, а у кого-то медленнее, а в том, что для каких-то координат такт получается раньше, для других позже. То есть получается пресловутое дрожание по времени. И чем оно меньше, тем, разумеется, лучше. Так вот, у карты Юер он выглядит вот так. У Мэки следующим образом, и чёрт бы его побрал этого мажора с его RME, он любуется вот такой картинкой. Теперь всё это расшифруем. Все эти гармоники, которые вы видите слева и справа, это результат того, насколько стабильно работает вся система оцифровки звука. Соответственно, чем чище график, тем стабильнее происходит процесс оцифровки и воспроизведения, и, естественно, тем лучше качество. Тут у нас Логан проигрывает однозначно, и это указывает ровно на то, что качество компонентов, из которых сделана схема, оставляет желать лучшего. Двигаемся дальше. Задержка. Это ещё один показатель, который является критически важным для тех, кто приобретает себе подобные игрушки. Давайте посмотрим на картинку и увидим, что у наших сегодняшних испытуемых с этим происходит. Обе карты работают абсолютно корректно, и обе обеспечивают низкие задержки, при условии, что ваш компьютер достаточно мощный. Значение примерно на одном уровне, что логично, так как драйвер и аппаратная начинка у них всё-таки от одного производителя. Но заметьте, что теоретическая задержка, указанная в панели драйвера, обычно ниже, чем на самом деле. И это не косяк драйверов, а неучтённые задержки цифроаналоговых цепей. И при выборе самого низкого значения буфера, менее 64 сэмплов, реальная задержка меняться практически не будет. А вот нагрузка на процессор будет очень сильно расти. Так что имейте это в виду. Теперь ещё одна картинка касательно карточки UR. Заявлено, что она способна записывать и воспроизводить с частотой дискретизации до 192 килогерц. И, товарищи, это действительно так. Кстати, заметьте, как после 10 килогерц каналы начинают вести себя по-разному. Но страшного здесь нет ничего, всё дело только в том, что разъёмы на первом и втором разные. На первом комбинированный микрофон на линейный, на втором инструментальный. Только и всего. Ну и ещё пару интересных картинок мы решили вам показать. Это сравнение громкости в связках с наушниками. Смотрите, вот так будут играть популярные K240, которые мы не так давно тестировали с помощью компании RAA, в наших карточках. UR здесь первая, Meki вторая, ну и дорогущая RME третьим номером. А вот то же самое с наушниками Yamaha HPH-MT5. Ну и посмотрим, что будет происходить с 880-ми байерами. Вряд ли тут что-то надо пояснять, всё прекрасно видно по графикам. UR как ни старается, но играет тише всех, Meki разгоняются чуть больше, и самое громкое это опять-таки самое дорогое. И надо добавить, что громкость выхода на наушники это также один из пунктов, который является решающим в вопросе приобретения аудиоинтерфейса. Не зря при покупке того или иного люди интересуются, а раскачает ли эта карта мои такие-то наушники? Поверьте, это один из самых популярных вопросов, которые нам задают наши зрители и покупатели. Так, друзья мои, думаю, что можно эту нашу показательную часть закрывать и попробовать ещё и услышать, как наши карточки пишут вокал и гитару. Хотя если вам картинок было недостаточно и вы хотите заиметь больше информации, то можете сами зайти на сайт RAA и найти там наши сегодняшние экземпляры. Там увидите ещё массу всего интересного. А мы подключаемся и записываем. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу, и снова как в первый раз останемся вместе. Медленно, медленно, дрожь по твоим губам. Медленно, медленно, снова ловлю твой взгляд. Ты простишь, я прощу, и снова как в первый раз останемся вместе. Ну что, друзья, вот такое у нас сегодня познавательное и, надеюсь, интересное видео получилось. Будем рады, если не поленитесь и что-нибудь нам напишите по поводу всего того, что мы вам сегодня показали. А заодно пишите, что ещё подобного хотелось бы увидеть. По возможности снимем, замерим и с удовольствием вам покажем. На этом всё. Спасибо за внимание и до новых встреч на нашем канале. Зараза. Переписать, не строить струна.